Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение и я Евгений Монрахович. Сегодня мы на матче тура чемпионата страны высшей лиги группа А. Наша родная и любимая «Жемчужная Полесья» принимает Могилевский коммунальник, команда, костяк которой состоит из воспитанниц «Дюшор» «Жемчужная Полесья». 18 ноября физкультурно-оздоровительный центр «Полесья-арена» принимал очередной тур женского чемпионата страны по волейболу группа А. На серы соперницами «Жемчужная Полесья» стали представительницы Могилевского коммунальника команды, цвета которых защищают сразу шесть воспитанниц «Дюшор» Мозорского нефтепрерабатывающего завода. И зрители на трибунах, переживая, конечно же, большей частью за команду-хозяйку тура, не могли в полной мере воспринимать гостей как соперников. Ведь еще живы были воспоминания, как юные. Анна Карабинович и Елизавета Алисейко боролись за награды детской и юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». Становление Риты Ивановой и Настей Бездороговой проходило на глазах полесских ценителей волейбола. А профессиональный рост Насти Казаченко и Кати Деевой проходил в главной команде «Жемчужная Полесья». Но в силу разных причин, всевозможных обстоятельств, вышеназванные волейболистки играют за Могилевский клуб. А что до нашей команды, то отметь моих болельщиков. Некоторые из них впервые посетили матч нашей дружины в физкультурно-оздоровительном центре «Полесья-арена». Но не сомневаемся, что теперь мы, например, нашего следующего собеседника, будем нередко видеть на «Жемчужных играх». Ведь он – отец Яны Комаровой, талантливая, 17-летняя нападающая, которая в преддверии сезона 2023-2024 пополнила ряды женской профессиональной команды Мозорского НПЗ. Все нравится ей. Ожидания пока оправдываются, старается, молодая. Будем смотреть, должна расти, посмотрим. Любопытно. Глеб Владимирович мечтает, чтобы его дочь стала звездой мирового класса? Или то, что Яна играет в команде высшей лиги, уже благо? Ну, ей, если честно, кроме волейбола больше ничего не нравится. Поэтому хочется, чтобы она развивалась именно в этом. Поэтому мы пока сконцентрированы именно на волейболе. Поэтому хотим какой-то результат. Будем надеяться, Яна станет штурмовать самые престижные волейбольные высоты вместе с «Жемчужной Полесье», которая к первой результативной отметке в партии матча с Могилевским коммунальником подошла, уступая 1 очко 7-8. Хотя вначале вроде бы игра складывалась, но гости, как, например, здесь, Анна Карабинович лихим задором, обратили инициативу в свою сторону. Стоит отметить и появление в составе коммунальника воспитанницы брестского волейбола 2000 года рождения Анны Князевой. Миниатюрные пасующие, которых каждым своим действием подтверждает постулат «мал золотник да дурок». Наша команда, конечно же, тоже радовала своих поклонников удачными действиями, как в случае с результативным блоком Яна Комаровой и Натальей Гончаровой. Но тут же следовал ответ соперниц, хотя так непривычно считать ту же Катю Дееву соперницей «Жемчужной Полесье». Вот еще одна, наша не наша Рита Иванова, которая тут не совсем точно совершила подачу, после чего счет сравнялся 10-10. Но вновь Деева, а потом ее подруги по команде довели цифру на табло до 13-16. К вторую результативной отметке наша команда уступала уже 3 очка. Причем бывало, что очки эти наши дружины теряла, можно сказать, самостоятельно. Вот, между прочим, момент, когда гости набрали своих 16-й очко в первой партии. В честь «Жемчужной Полесье» она собралась силами и потянулась к оппоненту, который допускал погрешности. И после одной из них счет сравнялся 20-20. Казалось, психологическое преимущество на нашей стороне, однако неточная подача и 20-21. Далее 20-22, к большому сожалению. Наш тайм-аут, во время которого Михаил Михайлович Коваленко постарался донести до подопечных прописные волейбольные истины, сработало, ибо в следующем розыгрыше Настя Павлюк делает счет 21-22. Затем Могилевский блок останавливает атаку и не на галах, 21-23. Уже наш ответ Натальи Гончарова на Анастасию Павлюке разница в счете снова минимальная. К сожалению для нас, следующая «Жемчужная Атака» вновь разбивается о блок. У коммунальника сет Булл, один из которых Яна Галлах отыгрывает 23-24. Да и в следующей атаке, казалось, наша нападающая снова будет праздновать успех вместе со своей командой. Но блестящая защита Анны Карабинович позволяет ее тезке Князевой сделать передачу, хотя и снизу двумя руками. А уже Маргарита Гайшун, кстати, дочь одного из тренеров коммунальника, обманывает оборону и добивается успеха в розыгрыше партии 23-25-01. Стартовый сет остался замгелевчанками. В перерыве – розыгрыш призов от «Жемчужной Полесье», после чего вторая партия матча, которая к первой результативной отметке подошла с такими же цифрами, что и в первом периоде – 7-8. Успешная атака «Жемчужной Полесье», в частности, и Нина Галлах, которая набрала в этой встрече 7 очков, перемежались с удачными действиями могилевчанок, например, Екатерины Деевой. Но если тогда, в принципе, игра была равной, здесь Яна Комрова – 8-8, а здесь снова уже Ольга Лазицкая, и цифра на табло становится 10-10, то затем наступает настоящая катастрофа. И 6 безответных очков записывает на свой счет коммунальник Могилев. Ко второй результативной отметке в партии счет уже 10-16. Настоящий провал и просто ничтожные шансы на победу в этой партии. Вот, кстати, 16 очков гостей после блока Анны Карабинович и Татьяны Котовой. На счету ее, между прочим, 5 непроходимых бастионов в этом матче. Наш тренерский штаб пытался изменить ситуацию. На площадку выходила Екатерина Ротнова, игравшая с температурой. Кстати, недомогание оставило в резерве и Ксению Муравьеву, что значительно снизило вариативность состава Михаила Михайловичу Коваленко. Но в следующем розыгрыше наша команда добилась успеха. А все же к третьей отметке в партии разрыв был значителен – 14-21. И вопрос о победителе был практически решен. О победителе в этой партии, конечно, ибо в матче для «Жемчужной Полесье» задача оставалась прежней – выиграть три сета у соперниц. Хотя не будем забывать, что после двух проигранных волейбольных периодов наша команда одну очко уже теряла. Но так хотелось оставить за собой победу в матче. Пусть и не с максимальным набором очков. Одно из наших удачных действий второй партии – мяч забивает Ольга Лозицкая, самая результативная волейболистка. «Жемчужная Полесье» в этом матче – 16 очков. Еще одна отличная атака восьмого номера «Жемчужной Полесье». Счет тогда стал 21-24. А уже следующий розыгрыш и бездорогого Иванова Карабинович 21-25 в партии 0-2 в матче. Мы сегодня всей семьей пришли поддержать наших «Жемчужинок» из команды. Конечно, немного огорчены, потому что две партии мы уже проиграли. Но, тем не менее, команда, наши девчонки слаженно играют, допускают, конечно, ошибочки. Но я думаю, что команда формируется, набирается опыта, потому что девчонки такие все молоденькие. Поэтому, конечно, опыт игры приходит со временем. Но времени не так много, поэтому надо трудиться, тренироваться, играть. И очень хочется пожелать удачи, успехов и как можно побольше побед для нашей «Жемчужины Полесье». Приятно, что не глядя на неудачи, болельщики не отворачиваются от команды. И та же Валентина Алексеевна Назаренко, которая пришла на матч вместе с супругом Владимиром Вячеславовичем, всегда поддерживает команду, когда бывает в Мозре, но даже в Минске. А наша собеседница – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Валентина Алексеевна следит за выступлениями полейских волейболистов, которые, ощущая ответственность перед своими верными поклонниками, все же сумели оставить за собой третью партию 25-23, хотя снова. К первой результативной отметке в сете впереди были гости, но на сей раз 5-8. 15-16 преобразовались в 21-19, а после, как мы уже сказали, 25-23. Одно из наших удачных действий – блок Насти Павлюк и Яна Комаровой. Это уже Настя в индивидуальном, так сказать, порядке блокирует угрозу своей команде. Тут уже ошибаются сами гости. А здесь они добиваются успеха. Анна Карабинович, набравшая в этой встрече 19 очков. Ну, вот Ольга Лазицкая – хитрый удар. Такого же плана атака наша юная – 2008 года рождения Лиза Харкевич. И наша команда искала, находила победные пути. Хотя не сдавался и коммунальник. После этой атаки Маргариты Гайшун счет стал 23-23. Затем был наш тайм-аут. А после – отыгрыш от блока Ольги Лазицкой – 24-23. И ошибка в атаке Маргариты Гайшун – 25-23, 1-2. Ситуация в матче начинала меняться. Госпожа Фортуна улыбалась даже родным, близким наших волейболисток. В розыгрыше призов мама Дианы Миткевич, Елена Валентиновна, одержала победу. Ее номер был счастливым. А начало четвертой партии – успешным для жемчужины Полеси, которая повелась со счетом 8-6. И не глядя на то, что могилевчанки тоже добивались успеха, «Наша команда делала это чаще». Здесь стоит отметить самоотверженную игру Диана Миткевич в защите и удачные действия Ольги Лазицкой у сетки. Отличный удар Анастасии Павлюк. И хороша у сетки Наташа Гончарова тогда счет и стал 8-6 в нашу пользу. Следующая результативная отметка тоже была в пользу жемчужной Полеси – 16-15. Вот здесь пасует уже Катя Ротнова на Ольгу Лазицкую очередное очко на счет Полеска дружины. Тут хороша и не на галах. Подача Кати Ротновой, как оказалось, не берущаяся подача. И удар Ольги Лазицкой, после которого счет и стал 16-15 в пользу команды «Хозяйки Туров». В честь могилевчанок и большому сожалению для нас, гостям, удалось повернуть победный вектор в свою сторону. И вскоре табло уже демонстрировало 19-21. Два очка уступали подопечные Михаила Михайловича Коваленко. Хотя скажи, кто-нибудь, что при счете 18-15 наша команда уступит, последующий отрезок 1-6 не поверили бы. Но так случилось. В начале Татьяна Котова сократила разницу до двух мячей. Здесь, после подачи изумительной Анны Князевой, ее не менее прекрасная тезка Карабинович сравнивает счет. Тогда он стал 19-19. А это уже Рита Иванова и 19-21. Но здесь ни в коем случае нельзя было считать, что «Жемчужная Полесья» уступила. Тем паче, что после ошибки удара ваут Анны Карабинович счет сократился до минимума. Но у сетки Татьяна Котова перехитрила Настю Павлюк 20-22. Но снова наша команда подтягивается к оппоненту 21-22. Хороша у сетки Яна Коморова. И кто бы мог подумать, что в дальнейшем забивать мячи будут только гости. Екатерина Деева и 21-23. Рита Иванова, сетбул, матчбул у коммунальника и Анна Карабинович с подачи приносят победу Могилевской команде 21-25. 1-3, к сожалению, очередное поражение. Что до победительниц, то интересная игровая идея команды из Могилева. Какой волейбол старается привить подопечным и главный тренер? Ну, знаете, игровая идея в том, что я даю девочкам немножко, как говорится, раскрыться. Это немножко, ну, знаете, как у творческих людей, ну, творчески подойти к волейболу, не зажимая их в никакие рамки. Даю им возможность играть и по-разному, чтобы они, ну, верили в себя, что ли, немножко на кураже, получалось, играли. Ну, иногда получается, иногда, конечно, приходится их немножко подбадривать. Уже по ходу чемпионата пополнила команду Анна Князева, которая, как нам кажется, значительно усилила Могилевский коммунальник, нацеливающийся в этом чемпионате на какие задачи? Безусловно, она усилила нашу игру. Немножко разнообразно начали остро играть в центре, что очень радует. Ну, а задачи, как говорится, ниже прошлого, результата прошлого сезона. Напомню, что в прошлом сезоне могилевчанки стали обладательницами бронзовых медалей чемпионата страны. Спросим про воспитанность Дюшоржем Чужнополесия, сегодня защищающих честь коммунальника. Девочки из Мозыря – это, получается, в любом случае, костяк нашей команды на данный момент. И поэтому, получается, у нас Мозырское дерби, когда мы приезжаем в Мозырь. И много родителей, много, как говорится, братьев, сестер, знакомых приходит, их девочек. И получается очень довольно-таки интересная игра, болельщикам нравится, довольно активно болеют. Поэтому спасибо всем. Одна из мозырских девочек – никогда не унывающая Рита Иванова, набравшая в этом мозырском дерби 15 очков. Ну, когда мы приехали в Мозырь, это, конечно, приятно для нас, потому что свои стены. Мы успели и потренироваться, и поиграть здесь уже долгое время тому назад. И при этом очень приятно видеть болельщиков, которые пришли в Мозырь, болеть за могилев. Чувствует ли Рита, что ее коммунальник в этом сезоне может вновь, как и в прошлом сезоне, подняться на пьедестал почета чемпионата республики? У нас очень хорошая команда, я очень рада, что у нас такой состав. И при этом мы будем стараться заработать максимально высокие звания в этом году. В преддверии сезона 2023-2024 Могилевскую дружину пополнила еще одна воспитанница с дюшоржем Чужной Полесье Екатерина Деева, которая не жалеет ли о своем переходе? Мне очень нравится в коммунальнике Могилеве. Там девочки очень хорошие, коллектив слаженный. Мы побеждаем, и то, что девочки напротив моей подруги, это никак не сказывается. Я очень рада, как мы сегодня сыграли. Конечно, можно было сыграть 3-0, но 3-1 все равно три очка наши. Конечно, мы играем и для болельщиков, и для себя. Но в первую очередь, чтобы показать красивый волейбол и победить. Очень хороший матч провела Маргарита Гайшун. 17 очков на счету этой целеустремленной девчонки, у которой есть наверняка в спорте своя заветная мечта. Мечта и цель, конечно же, всегда есть – добиться наивысших результатов, играть в более высшем дивизионе, более высшей и опытной команде, и радовать, конечно, всех болельщиков, и расти самой. Я думаю, что я чувствую, что расту и набираюсь опыта. Произдела ли впечатление на нашу собеседницу атмосфера в физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена во время матча? И какой момент в этой встрече Маргарита считает ключевым? Атмосфера очень классная. Спасибо «Жемчужине», то есть «Мозырю». Очень классно. Приезжать сюда очень приятно. Что в игре понравилось? Очень сильная атака. И девчонки, ну, молодцы были в приеме, наверное, я так бы сказала. И мы где-то расслабились, и девчонки нас дожали. Но мы справились, и спасибо. Поздравив Могилевский коммунальник, с сожалению, констатируем, что нашей «Жемчужине» Полесье в этом матче постоянно не хватало какой-то малости. Чуть-чуть. Я бы сказала, что нам не чуть-чуть не хватает. А мы захватываем инициативу, когда расслабляется соперник. Пока что мы не можем навязать свою игру. Какой-то такой серьезный взрослый волейбол. Мы пока играем в какой-то такой волейбол детской лиги. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, наш тренерский штаб проведет анализ и подумает, что нам с этим делать. Не глядя на недомогание, повышенную температуру довольно неплохо в этой встрече смотрелась Екатерина Руднова. Способная, талантливая воспитанница с дюшер «Жемчужина» Полесье, у которой, как нам кажется, большое будущее. Я всегда, когда меня выпускают с заменой, пытаюсь помочь команде, показать лучший результат, чтобы меня заметили и в дальнейшем могли больше выпускать, и я смогла играть. Так хорош был соперник в этом матче, или наша команда не продемонстрировала весь свой потенциал. Я считаю, что сегодняшняя игра должна была быть наша, но нам не хватило, опять же, каких-то эмоций, какой-то концентрации в определенные моменты. Очень долго раскачивались первую и вторую партию, и в конце нам не хватило немножко. Видят ли наши игроки тот победный свет, какой может и должен вывести их из этой пораженческой тьмы? Я думаю, что что-то нужно изменить, но что конкретно, к сожалению, мы не можем пока найти на этот вопрос ответ. Что на сей раз не хватило нашей команде? Какой фактор оказался ключевым при определении победителя матча «Жемчужно-Полесье-Коммунальник»? Опыт, опыт жизненный. Все-таки много игроков, которые первый раз этот чемпионат проходят, много глупостей делают, прыгают на игроков в задней линии. И вот первая партия у нас 23, 25, 24, 26. Это задел, это эмоциональное состояние, это психология. Скажем так, и Могилев грязно играет, но все-таки мы делаем чуть больше ошибок, и поэтому, наверное, в этом матче и переломили, но у нас замен практически не было. Пришлось центральную ставить диагональ, Настя вышла и где-то помогла. Но это тоже такое нестандартное решение, которое по ходу матча были. Наверное, вот этого опыта тоже быстрого принятия решения где-то не хватило. Что нужно скорректировать в своих действиях «Жемчужни-Полесье», чтобы играть эффективно не эпизодически, а на протяжении всей встречи? Ну, я думаю, что с опытом будет приходить и, скажем так, более стабильная игра, более правильное понимание этих эпизодов, которые складываются. Потому что в каждой команде есть слабые места, если правильно их использовать, не дарить вот эти очки. Где-то, еще раз говорю, нашей той же молодежи брать на себя сложные мячи, где слабые блокирующие с той стороны, и добивать, потому что вот здесь есть вопросы, где-то не хватило яси диагонального в первой партии. Вот, когда это все появится, тогда и будем выигрывать. Дабы не завершать наше интервью на минорной ноте, беседа с Юлией Константиной Дубровской, старшим тренером отделения волейбола с дюшор Мозорского НПЗ «Жемчужина-Полесье», команда которой довольно успешно начали новый сезон. С ноября началась уже детская юнорская волейбольная лига. Первый тур прошел в городе Мозере. По 2010 году группа «Б» играла. Наша команда «Жемчужина-Полесье», с дюшор «Жемчужина-Полесье» заняла второе место в своей подгруппе. Также с 14 по 16 был тур по 2011 году в Борисове. Группа «А» тоже «Жемчужина-Полесье» одержала три победы и оказалась на втором месте. И сейчас проходит в Бобруйске первый тур 2011 года группы «Б», где сейчас команда выступает, уже одержала три победы. Завтра основная игра с Минском. Я считаю, что начало очень хорошее. Я надеюсь, что все удержат свои позиции. Также впереди у нас еще по 2012 году первый тур пройдет 5-7 декабря и 2009. С удовольствием отметим, что последний свой матч команда под рукостом Елена Ивановна Мудрагели выиграла, заняв в стартовом туре первое место. И подробнее расспросим Юлии Константинову о старте ее дружины 2011 года рождения в детской и юношеской волейбольной лиге «Мяч над сеткой». Ехали, не знали команды, потому что в этом году прибавилось очень много команд. В прошлом году по 2011 году было 6, в этом году их 14. Поэтому в неведении таком были, но я считаю, что все справились со своей задачей. Все растут, а уже кто на каком уровне, это покажет финал, я думаю. Возвращаясь в чемпионат страны, отметим, что в седьмом туре коммунальный «Горгу» выиграл Баранический «Атлант» 3-0. «РГОР-2008» при Бужей-Брест неожиданная острая борьба. На Тайбреке сильнее оказались гости. И турнирная таблица теперь выглядит следующим образом. Впереди коммунальники. Далее «Менчанка-2», «При Бужей», «РГОР-2008», «Жемчужна-Полесье» и «Баранический «Атлант». Следующий тур имеет шестой порядковый номер и в нем встречаются. Коммунальник «Могилев», коммунальник «Горгу». Получается коммунальное дерби. Далее «Атлант Баранович» и «Менчанка-2», «Минск». И, наконец, 25 ноября, суббота. Спортивный комплекс «Алим-Брест». Начало матча в 5 часов вечера. При Бужей, «Жемчужна-Полесье». Ну что, дорогие друзья, к сожалению, наша команда уступила. Но большая вам благодарность, что вы были на трибунах вместе с «Жемчужной-Полесье». И мы не сомневаемся, что в дальнейшем наша команда будет побеждать не только в партии, но и во всем матче. Спасибо вам огромное. Ждем вас на трибунах физкультурно, оздоровительного центра «Полея-Сириана» и на гостевых матчах «Жемчужной-Полесье». А на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монрахович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова